Вот вы видите, мама с коляской куда спускается? Коляска покатит, сейчас снег держит. И коляска будет в котловане. А то есть тут вообще не огорожено? Это сугроб, да? И это снег, это живой забор. Если хотите, можете прогуляться. За сугробом во дворе дома номер 61 на улице Вокзальный котлован для подземной парковки. По словам местных, его глубина около 10 метров. Стройка заброшена давно. Сегодня ее облюбовали дети, подростки и откровенный пролетариат. Собралась компания человек 5, наверное. Ну, взрослые уже там 18, 20, 25 лет. Ну и гуляли, пили, и нужду справляли. Все это на виду у всех, ну просто неприлично, неприглядно. И мы не хотим вот этого вот всего. Но видеть этот котлован, жить здесь, видеть постоянный котлован, видеть вот эту грязь. Вот сейчас снег чистят, как подходит трактор. Он цепляет ковш, подъезжает задом и вываливает в эту же яму сюда. Ну, то есть здесь гадюшник, по сути дела. Там вода стоит постоянно. Мне с восьмого этажа видно. Огромная яма здесь уже 10 лет. Причем доступ на стройплощадку был свободный всегда. А в декабре здесь оторвалась еще и часть ограждения. Я как раз шла к своему подъезду. Порыв ветра. Эти вот листы металлические от забора полетели, как бумажки, прямо на меня. То есть тут опасно. Сейчас ведется политика пережливой экономики. Оберечь в первую очередь что надо? Здоровье, быт, уют граждан. И мы этого не видим уже вот в течение... С 14-го года. Ходим и боимся. Как бы что... Опасно. Там свалиться можно. Дыра такая. Доступится кто-нибудь. Там полетишь. А там дальше хлам весь лежит. Доски, штыри, арматура. Не дай бог кто-то из детей что-то случится. Это вообще будем потом оплакивать всем этим районом. Как можно жить на строительной площадке? Действительно, маргинальное наше общество, которое посещает нас. Было время и вызывали полицию. Бомжи обосновывались в бытовке строительной. Дети, которые постоянно гуляют, у них действительно свободный доступ. Покупая квартиры в этих домах, люди рассчитывали получить облагороженный двор с детской и спортивной площадкой. А теперь им даже парковаться негде. Хотя котлован, по иронии судьбы, как раз для этого и предназначен. Но мест для машин почти нет. С нашей стороны, со стороны первого подъезда 77-го дома, там стоит такой же строительный забор, который, как правильно сказать, подмывается. Грунт подмывается, осыпается. И сейчас придет весна, это еще как минимум минус три парковочных места, на которые сейчас ставят люди. Дальше все достаточно травмоопасно. Заброшенный проект теперь отошел третьим лицам. По последним данным, нынешний конкурсный управляющий этой стройки находится в Пензе. На звонки и письма предпочитает не отвечать. Сообщение рязанской организации, обслуживающей эти дома, тоже игнорирует. Это частная собственность, это абсолютно другое строение. То есть мы обслуживаем только жилые дома. И территорию, соответственно, прилегающую. Мы, да, наблюдатели в этой истории. Только собственники помещений в этих домах могут обращаться, писать в соответствующие органы и как это повлияет на данную ситуацию. Ну, соответственно, что наши жители делают. Мы начали в феврале 2019-го с Карабасова, Ковалева, Панфиловой и так далее. Четырежды обращались в прокуратуру. Вот все ответы. Обращались в МЧС. В каждом квартире стоит газовый котел. Если что-то случится, людям придется прыгать в котлован. Не подъедет сюда спецтехника. Ну и вот последнее письмо из администрации. Подписано ИО заместителем главы администрации Сариным, что процедура банкротства продлена до 7 февраля этого года. У них еще был недостроен дом на Баженово-34, но Николай Викторович выделил средства. Сейчас дом там достраивают. А к нам никакого внимания нет. Бывший владелец стройки компания «Иншстрой» теперь банкрот. Долгострой за долги кредиторам выставлен на торги. И кто им будет заниматься, пока неизвестно. Использовать можно его. Там все сделано капитально. Мощные опорные столбы стоят. Покрытие сверху видно, что еще можно спасти. Но пройдет немного времени, он будет разрушаться, как с этой стороны фундамент. Если можно будет, посмотрите, там вообще отслоение идет уже. Вот хотелось бы жить-то по-человечески, не видеть вот эту картину. Выглянуть в окно стыдно. Недавно письма жильцов были отправлены и уполномоченному по правам ребенка. Опасность этого участка для гуляющей здесь молодежи бесспорна. Следующая – инстанция суд. И заявление активистами уже подготовлено. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...